Вопрос от нашего подписчика. Ребята, помогите и подскажите приз. Первая груша, в прошлом году обрезал ее. В этом очень хорошо цвета, она нацвела. Тьфу-тьфу. Сейчас там на листиках вот такие штуки. Что это, зараза, паразит, как с этим бороться. Вы понимаете, в прошлом году обрезал ее. Тебя, кто тебя заставил обрезать? Вот эти вот, как их обозвать еще, чтобы это? У меня уже один товарищ, который, видимо, из этой породы, взмолился. Помните, мы уже это тоже проходили? Это было не «Я придумал», это было, как она называется? Комментарий, да, под таким кином был комментарий. И он написал. Вы, Валерий Константинович, пожалуйста, продолжайте, как там было. Значит, пропагандируй свой метод. То, пожалуйста, не трогайте тех, кто пишет наоборот. Да как же их не трогать-то, ведь все в июне начнут резать и так идти. А вот он, вот он, вот он, вот он. Вопрос от нашего подписчика. Грушу резал. На листиках штуки. Давайте посмотрим на фотографию. Вот это меня удивило, да, знаете почему? Я чуть ли не подумал. Там не сказано, что это колновидная груша. Но хороша. Угробит такое дерево. Угробит такое дерево. Давайте посмотрим. Ну, сразу. Конечно, там комментарии есть, все путем. Ребята, помогите. Ну, то, что это галовый клещ, это 99%, 1% что-то еще может быть. Вот. Но галовый клещ, я у себя в саду, вон, видите, пупышки? Вон там внутри. Я себя в саду не видел ни разу за все 38 лет. Ни разу. У меня бывало, это самое, там, ну, искалечив дерево тоже. Не так, как здесь, видите, как подло искалечил. Но все равно не давать до такой степени. Что бы я живое дерево, так бы стал калечить. И вот он, да, обрезку сделал. Он вроде даже подумал. Знаете, как это звучит? Как, откуда эта болезнь? Ведь я же обрезку сделал. Ты думал, когда ты это самое, калечил дерево, что на больной, галовый клещ только на больном дерево в сердце? Раз у меня все здоровы. Раз я никогда в саду не видел. Мне пришлось искать его по этим справочкам. Раз я сам не знаю, мне приходится уже лезть сюда, куда я обычно не лезу. Ну, чтобы не выглядеть дураком. Да, галовый клещ выглядит так. Ну, по один процент может еще что-то быть. Ну, ты сейчас сделал-то. Тебе чем эти ветки-то мешали? А я знаю, чем. Каловидность сохранить. У-у-у. Ну, а что другие ему договорили, написали, вы уже знаете. Видео с канала Седоса, пожалуйста. Ребята, если бы нас с вами, нас 300-400 всех осталось. Нет, первые вебинары были. Большинство других людей. Многих научено вот и то. Многие говорят, нам некогда смотреть, а многие говорят, мы уже все знаем. Спасибо вам. Но мы так смотреть не можем, мы сами можем лекции читать. Да, изменились люди. Может быть, всего их собралось так, которое уже не по верхушкам, а капитально уже знает, да, вас уже несколько тысяч. Несколько сотен из вас могут выращивать прекрасные сады не хуже моего. А несколько десятков могут лекции читать. В этих же самых работают в Новосельский институтах. И больше учебных зрителей считать лекции. Не хуже меня. А многие здесь таланты, как читать-то? 2921. А это уже время прошло. Их уже, наверное, это... Игорь Владимирович, сколько мы их сочинили, сделали вместе с этой... Вот еще девочки. А, спасибо. Пришло 1000 рублей. От кого? Я там... Я до конца не понял. Надо посмотреть. Раз. Это, видимо, на фирмы. Пришло 500 рублей. Это я знаю от кого. Спасибо. Вот. Человек хочет быть первым по косточкам череши. И Жак, конечно, 500 рублей подарил на эти... На будущие фирмы. Даже еще буду их делать. У меня впереди путешествие по саду, в котором будут плодоносить, допустим, сотни абрикосов. И мне нужно каждый показать. А длины фирмы вы сами не любите. Чем дело закончится? Правильно. Значит, я потрачу все эти деньги на ту же девочку-студентку и так далее. Вот. Чтобы их оформлять. Да? И 1000 пригодится, и 500 пригодится. Вот. Кто-то еще 200 прислал. Ну, как правило, не афиширует себя. За это вот спасибо. Вот. И только остается догадываться. Значит, еще будут какие-то кины. И сегодня уже были. Итак, скорых будет 3000. Почему так много? Почему нельзя бесконечно? Почему тысячи, тысячи, тысячи? У других есть сотни тысяч просмотров. Миллионы просмотров. А у нас последние 300, 400. Причем цифрах уменьшения. Было там 600, потом 500, 400, и уже 300. Вот. Дело в том, что интерес падает раз, и некогда, и время не такое. Ну, зимой опять будет 500-600. Будет больше свободы. Ну, нам так страну не перестроить. Понимаете? Что мы тогда делаем? Мы засучили рукава. Девочка-студентка. Женщина, которая называет сестрой из Подмосковья. Вот. Лилия, красивое имя. Ражева. Вот. И с моим братом Юрием Владимировичем засучили рукава. Сколько мы... А перед этим был Паченко Сергей. Он сотни фильмов сделал мне. Вот. Паченко Сергей был. А перед этим был Андрей. Ой, он, наверное, не хочет зафиксироваться. Говорить, не говорить фамилию. Ладно, не буду. Так. И получается, вот столько мы, нас, видите, 3000 видеофильмов. Приходится брать количество. А кто-то заткнется, кому-то про обрезку, кому-то про что-то. Кому-то просто интрига. Что же там такое уже лежало? Вот так продолжать будем? Нет? Субтитры создавал DimaTorzok